Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Ирина Ромбальская. Более двух тысяч столичных организаций и индивидуальных предпринимателей только за прошлый год внесены в реестр лжепредпринимательских структур. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Мингросполкоме представители Министерства по налогам и сборам. Схема ухода от налогообложения чаще всего выявляется в торговле. Это практически 66% от общего количества нарушений. Вторую и третью строчку теневого рейтинга занимают сферы строительства и услуг соответственно. На сегодняшний день борьба с теневым бизнесом задача не только налоговых органов, это задача всего общества в целом. Честный субъект хозяйствования, который исправно платит налоги, который начисляет заработную плату своему работнику, который законно осуществляет деятельность и по другим вопросам несет определенные расходы. И он априори не сможет конкурировать с тем субъектом, который не осуществляет такую деятельность. Финал праздников заставляет минчан задуматься о том, куда деть елку, а рекордное количество аварий стало поводом для усиления дорожного контроля. Причинно-следственные связи установила наш дежурный по городу Анастасия Винчо. Неприятности за поворотом парковать свой автомобиль водителям здесь запрещено. Правда, соответствующий знак минчане замечают слишком поздно. Внимание на максимум. Заметить этот дорожный знак на улице Дружной столичным водителям, как выяснилось, непросто. Автолюбители как один утверждают, что ограничителя не видно. Сложный перекресток требует сосредоточенности на самой дороге. Про знак же водители вспоминают после совершения маневра. Когда заезжал сюда, я нашел нишу, туда припарковался. А в этот момент как раз приехала машина госавтоинспекции. Я бы предложил вот этот знак установить чуть дальше, чтобы он на самом деле был виден, чтобы водитель не отвлекался на вот этом опасном участке дороги. Безопасность превыше всего. Одни из самых аварийно опасных переходов города оборудовали светофорами. Регулируемая ситуация. Сразу три столичных пешеходных перехода обзавелись светофорами. Электронные постовые установили на аварийно опасных участках на улицах Сурганово, Куйбышево и возле рынка на верых оружий. Лидером в этом списке по числу ДТП был переход через улицу Сурганово. Только за прошлый год здесь сбили семь человек. Постоянное здесь движение. Конечно, перейти, перебежать опасно. А так уже надежно себя чувствуешь, смело идешь по светофору. Окончен бал, погасли свечи. На Октябрьской площади начался демонтаж главной елки страны. И вот они, финальные аккорды. Сегодня минчане с грустью наблюдали прощальную гастроль новогодней красавицы. Работники уже снимают яркие украшения, гирлянды и шары. А завтра приступят к хвойным лапкам. К концу недели все элементы праздничного наряда погрузят в кузов специальной техники, которая отвезет их на склад. Очень понравилась елка. Красивая елка. Жалко, что она убирается сегодня на Старый Новый Год. Ваше видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.bo.ru, звоните по телефону горячей линии 1 600 700 и помните, нам важны подробности. Интеллект, коммуникабельность и креативность. Молодежный проект «Минская смена» сегодня объединил юных лидеров для подведения итогов. 30 студентов-финалистов защищали свои авторские и коллективные проекты. Новаторские программы направлены на развитие города в различных сферах. Среди них создание института уличной музыки, популяризация волонтерского движения, проведение молодежного фестиваля современных искусств и проект «Стопспайс». Реализовать идеи помогут организаторы проекта «Мингерсполком» и «Академия управления» при президенте Республики Беларусь. Быть первым среди первых, это очень тяжело. Это очень тяжело. Поэтому они, даже не зная этого, они прошли и вот этот вот этап. Наше направление сформулировало некоторые обязательные поощрения, среди которых будет обязательное заселение студентов-волонтеров в общежитие при поступлении в учебное заведение. За звание самого креативного сегодня боролись не только студенты, но и дизайнеры. В Минске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление магазинов, кафе и ресторанов. В этом году сердца жюри покорили не только техническими новинками, но и креативными решениями. Для создания праздничного настроения в стильные наряды приоделись витрины и интерьеры залов почти всех торговых предприятий города. С каждым годом это все обновляется, становится ярче, эффективнее, энергоэкономичнее. И поэтому в этом году это видно, что использование новых технологий, конечно, приводит к новому эффекту. И все объекты, которые участвовали в конкурсе, они выглядят по-новому и в лучшую сторону, в отличие от прошлого года. В режиме нон-стоп с 20 января в Минске появятся ночные маршруты общественного транспорта. В качестве эксперимента выбраны два направления – железнодорожный вокзал «Малиновка» и железнодорожный вокзал «Шабаны». Маршрутки будут курсировать раз в час, начиная с часу ночи и до пяти утра. Если такие поздние рейсы будут популярны у минчан, маршрутки пустят и в другие микрорайоны. С 20 января в городе Минске организуется работа двух экспрессных автобусных маршрутов. Рейсы будут отправляться с остановочного пункта вокзал, расположенного по улице Бобруйской. Интервал движения составит 60 минут. А приходилось ли минчанам добираться домой за полночь, когда общественный транспорт уже не ходит, и нужны ли городу ночные маршруты? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Мы студенты. Некоторые многородни возвращаются поздно, то есть поезда приезжают не всегда в удобное время. И иногда это будет полезно для тех, кто не хочет пользоваться такси. С точки зрения стоимости, я думаю, если человеку ночью надо куда-то добраться, он и на такси потратится. Для молодежи или туристов, которые ходят в какие-то развлекательные, и есть люди, которые работают поздно. Я думаю, что востребованы они будут всегда, потому что метро в это время не работает, общественный транспорт, на мой взгляд, не ходит, и, естественно, маршруточка была бы гораздо удобнее. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова